Ребята, привет! Меня зовут Оксана Кудлай, я преподаватель русского языка, и в этом видео на примере 10 предложений мы разберем самые частые ошибки 8-го задания, которое, кстати, является пятибальным. Итак, начнем с первого предложения. В журнале «Юности» была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. Что не так? А проблема в построении предложения с несогласованным приложением. Что такое несогласованное приложение? Это что-то, что стоит в кавычках. Это название журнала, название фильма, магазина и так далее. Вот здесь перед нами несогласованным приложением является «Юность». Правило для построения несогласованного приложения. Если перед несогласованным приложением уже имеется родовое слово, ну в данном случае это слово «журнал», то несогласованное приложение должно стоять в именительном падеже. Итак, верный вариант предложения. В журнале «Юность» была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. Переходим к предложению номер 2. На уроке «Все», кто прочитал учебник, смог выполнить самостоятельную работу. Перед нами сложное подчиненное предложение. Первая основа «Все смог выполнить» что-то не так. Ведь мы знаем, что подлежащее и сказуемое должны стоять в одном и том же числе. Здесь у нас подлежащее «Все» стоит во множественном числе, а сказуемое смог выполнить почему-то в единственном. Исправляем ошибку и получаем верный вариант. На уроке «Все», кто прочитал учебник, смогли выполнить самостоятельную работу. И это один из самых распространенных типов ошибок в восьмом задании. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Переходим к предложению номер 3. Следующий тип ошибки. «Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, все было видно». В этом предложении есть дейпричастный оборот «Спрятавшись за старый дом» и причастный оборот «Находившийся на пустыре». С причастным оборотом «Все нормально», он согласован с главным словом «дом» и в числе, и в падеже. А вот с дейпричастным «Не все так хорошо». Давайте же разберемся, что не так. Грамматическая основа «Все было видно» и здесь у нас тип глагольного сказуемого, составное именное, которое образовано при помощи вспомогательного глагола и наречие «Видно». Подлежащее «Все», к сожалению, не может выполнять дополнительное действие, которое выражено дейпричастием. «Все» не может спрятаться за старый дом. Спрятаться за старый дом может только активный субъект. И чтобы переделать это предложение, можно переформулировать, например, следующим образом. Спрятавшись за старый дом, находившись на пустыре, человек увидел местность или человек увидел все. Таким образом, мы получили активного субъекта. Человек, который может выполнять и активное действие «увидел», и дополнительное действие, выраженное дейпричастием «спрятавшись». Предложение номер четыре. По окончанию гастролей у музыкантов было уже довольно много идей для записи нового альбома. Здесь мы сталкиваемся с другой частой ошибкой. Нарушение построения падежной формы существительного с предлогом. И, как правило, такие ошибки возникают у существительных, которые связаны с предлогами согласно, благодаря, вопреки и внимания с предлогом «по». Как правило, в восьмом задании после предлога «по» необходимо существительное в предложном падеже. То есть по ком, чем, по окончании и, по прилете, по приезде, а не по прилету, по приезду, по окончанию. Поэтому верный вариант будет следующим. По окончании гастролей у музыкантов было довольно много идей. Предложение 5. Международная общественность хорошо понимает и заботится о решении социальных проблем в развивающихся странах. Итак, здесь мы имеем дело с двумя сказуемыми. Кто что общественность, что о ней сказано. Общественность понимает и общественность заботится. Проблема возникает далее. У этих двух сказуемых разное управление, у этих двух глаголов разное управление. Международная общественность хорошо понимает, кого что. Глагол понимает, требует после себя винительного падежа. И заботится о ком, о чем. Глагол заботится, употребляется с предлогом «о» и требует после себя предложного падежа. Соответственно, нам необходимо перестроить предложение, например, таким образом. Международная общественность хорошо понимает социальные проблемы и заботится об их решении. Предложение номер 6. В выступлении приводились данные, которые, кажется, что где-то уже частично звучали. Перед нами сложно подчиненное предложение. Главная часть данные, получается, приводились, которые, кажется, что где-то уже частично звучали. Нам сложно определить вид предаточной части, потому что мы здесь сталкиваемся с нагромождением двух подчинительных союзов, которые и что? Это недопустимо. И в этом предложении мы оставляем какой-то один из союзов. Но в данном случае логично оставить которые. В выступлении приводились данные, которые где-то уже частично звучали. Предложение номер 7. Алексей не мог подобрать слов, передававшие всю глубину его чувства. Здесь мы сталкиваемся с причастным оборотом. Как мы это поняли, во-первых, характерный суффикс «выша», во-вторых, да, причастный оборот зависит от существительного. И в данном случае произошло нарушение построения предложения с причастным оборотом, потому что главное слово, то есть существительное слов, оказалось не согласовано с причастным оборотом, передававший всю глубину его чувства. Слов стоит в родительном падеже, а это значит, что и причастие зависимыми словами, которое зависит от существительного, должно стоять в родительном падеже. И верный вариант. Алексей не мог подобрать слов, передававших всю глубину его чувства. Предложение номер 8. Незнакомец спросил у прохожего, как мне добраться к вокзалу. Здесь идет речь о нарушении построения косвенной речи. И мы должны разграничить сразу два понятия. Прямая речь это цитирование. Косвенная речь очень часто формулируется при помощи предаточного предложения с союзом «что». Алексей сказал «что» и далее мы пересказываем, чаще всего своими словами, фразу говорящего. Здесь, в данном случае, мы должны помнить, что если мы используем косвенную речь в предаточной части предложения с союзом «что», не должно быть местоимений первого и второго лица. Чтобы переделать это предложение, нам необходимо заменить это местоимение, личное местоимение первого и второго числа, на местоимение третьего числа. Незнакомец спросил у прохожего, как ему добраться к вокзалу. Например, этот вариант будет верным. Предложение номер девять. Достоевский не только унаследовал от Гоголя бытописательское начало, но и особое духовно-мистическое измерение образа Петербурга. Здесь мы видим ошибку в построении однородных членов предложения. Как мы это поняли? Во-первых, здесь есть двойной союз, не только НУИ, который очень часто соединяет однородные члены предложения. Смотрим, читаем, что находится внутри этого двойного союза. По идее, там должны быть однородные члены. Не только унаследовал, но и измерение. Что мы видим? Эти слова не могут быть однородными. Почему? Они являются разными частями речи, разными членами предложения, отвечают на разные вопросы, относятся к разным словам. Как мы должны переделать это предложение? В рамки двойного союза не только НУИ поместить однородные члены. В данном случае Достоевский унаследовал от Гоголя не только бытописательское начало, но и особое духовно-мистическое измерение образа Петербурга. Ну и, наконец, десятый вариант. Согласно правил современного этикета, первым из лифта выходит тот, кто находится ближе. И неважно, мужчина это или женщина. Здесь мы опять видим ошибку в построении падежной формы существительного с предлогом. Согласно, это один из производных предлогов, наряду с благодаря и вопреки, который требует после себя существительного в дательном падеже. И чтобы исправить это предложение, мы должны его переформулировать следующим образом. Согласно правилам этикета, первым из лифта выходит тот, кто находится ближе. Вот таким образом. Ну что, ребят, мы рассмотрели с вами самые частые ошибки восьмого задания. И я надеюсь, что теперь на наглядных примерах вы будете их видеть и будете знать, как их исправить. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал и обязательно не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где я выкладываю кучу бесплатного контента. Переходи по ссылочке и подписывайся. Жду тебя. До встречи.